Черноморский контроль, пограничные службы ВМС Украины и турецкая береговая охрана усиливают совместную работу в водном пространстве. Сегодня пограничники двух стран инспектировали береговую линию Босфорского пролива. Как это было, видел Александр Васильченко. Небо над Стамбулом затянуло грозовыми тучами. Турецкие пограничники не исключают небольшой шторм. Вскоре береговая охрана встречает украинскую делегацию во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Короткое приветствие и патрульный катер отходит от причала. Сегодняшняя задача – совместный выход турецкой береговой охраны и украинской делегации в Босфорский пролив. Инспектирование береговой линии и обмен опытом. К слову, и небольшое ухудшение погодных условий как нельзя кстати. Украинские специалисты могут вживую увидеть, как с нестандартными ситуациями справляются их турецкие коллеги. Основная работа проходит в капитанской рубке. Это один из четырех модернизированных мобильных катеров. Задача команды – поисково-спасательные работы. У каждого из присутствующих своя функция. Это мое рабочее место. Я отвечаю за пожарную безопасность всего корабля. Если вижу, что началось возгорание или задымление, я обязан моментально отреагировать. Во время патрулирования, объясняют пограничники, береговая охрана Турции коммуницирует со службами других государств. В первую очередь это необходимо для быстрого реагирования на происшествия. Это может быть как задержание контрабандистов, так и спасение нелегальных мигрантов или помощь при кораблекрушении. Береговая охрана реагирует на все ситуации без исключения. Собственно, украинские ВМС в этом направлении уже давно работают с Турцией. Совсем недавно прошли совместные учения в Черном море. Погранслужбы двух государств намерены расширить точки соприкосновения, но детали пока не разглашают. А 6-го и 7-го будет проводиться Черноморский форум в Одессе. Там будут присутствующие керевники прикордонных ведомств всех краин Черноморских бассейнов. Ну, за выключением Российской Федерации. Там мы вырешим все эти питания. Что касается общих целей и сотрудничества, я полностью поддерживаю руководителя пограничной службы Украины. В свою очередь Арсен Аваков подчеркнул, что такое сотрудничество значительно усилит работу пограничных служб в акватории Черного моря. Идет очень серьезная консультация и большая работа для совместных действий береговой охраны Турции и наших пограничных военно-морских сил. Для координации работы по тем сложным задачам, которые возникают в бассейне Черного моря. Кроме того, мы обсуждаем механизмы мониторинга пространства и совместные принятия решений по тем или иным ситуациям. Это серьезно облегчает наши функции в Черноморском регионе. В рамках подписанных договоренностей одни из главных приоритетов это работа по охране природных ресурсов, борьба с контрабандой и организованной преступностью, а также нелегальная миграция. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Специально из Стамбула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова